В сегодняшней аудио статье вы узнаете, как посадить алоэ в домашних условиях. Алоэ часто называют домашним доктором, а ведь и правда это полезное растение. Оно имеет широкий ряд использований и применяется буквально во всех сферах. Обычно алоэ выращивают методом деления, укореняют листочек или прикорневые побеги. Делается это достаточно легко и уже вскоре вы получаете новое и здоровое растение. Черенкование это самый оптимальный вариант для посадки алоэ, поскольку маточное растение вы знаете, можете определить его проблемы, возможные векторы развития, как и что ему потребуется. Зачастую следующее растение после черенкования вырастает аналогичным и несет в себе заложенные точно такие же данные, как и маточное растение. А это означает, что вы прекрасно будете понимать, какими проблемами и вредителям подвергалось растение и сможете заранее подготовиться к возможным столкновениям. Для посадки используется рыхлый субстрат, который будет состоять из части песка, древесного угля, листовой земли. Сама консистенция почвенного субстрата должна быть достаточно легкой, пропускать хорошо воздух и воду, а это означает, что любые тяжелые грунты, которые подвергаются закисанию, нам категорически не подходят. Предварительно можно поместить отделенный черенок растения в воду и подождать, пока прорастут корни. На многих порталах можно встретить именно такую информацию, однако, такой совет не всегда действенен, поскольку не у всех хозяек алоэ таким образом беспечно укореняется, не загнивая. Дело в том, что за водой постоянно нужно следить, менять, очищать емкость, в которой находится черенок, потому что любое загнивание и заплесневение воды будет губительно для алоэ. Лучшим вариантом в данном случае будет как раз укоренить черенок алоэ в предварительно обработанный термический песок, а уже потом высаживать почвенную смесь, которую мы перечислили. Для начала сделайте небольшую ямку, углубление в почве, затем поместите черенок алоэ и слегка прикопайте его, не утрамбовывая землю. Не забывайте, что алоэ любит, когда горшок и его территория принадлежат только ему одному, а это означает, что подсаживать к другому растению не нужно. Поливать алоэ нужно умеренно, даже в летний период. Лучше всего дождаться, пока просохнет верхний слой почвы, что будет сигналом для последующего полива. В основном график полива алоэ таков, один раз в две недели. В крайнем случае, один раз в неделю. Зимой, когда климатические и температурные условия не располагают к обильному увлажнению, полив необходимо растягивать. Кроме того, не рекомендуется размещать алоэ там, где есть сквозняки, чтобы растение не болело. На подоконнике, где достаточное количество солнечных лучей и не гуляют воздушные массы, для алоэ будет идеальным вариантом. После посадки алоэ и его прорастания, можно будет немного подкормить растение, однако этот процесс не обязателен и не систематичен. Достаточно внести жидкие комбинированные удобрения в этот период и в период с апреля по сентябрь месяц в умеренных количествах подкармливать. Ваше растение будет себя замечательно чувствовать в домашних условиях. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok